Для начала давайте заменим все шаблонные слова на английском языке, а также на русском, то есть некорректно написанные. У вас под видео есть ссылка под названием «Замена названий». Кликнув по ней, вам откроется файл, в котором располагается код. Вы должны его скопировать. Давайте я вам немного расскажу о коде. Тут очень много повторяющихся строк, состоящих из двух частей. В левой части, вот здесь, в кавычках, я указываю, какое слово необходимо заменить, а в правой части, вот в этих кавычках, я указываю, на какое слово следует заменить. Если вам нужно использовать замену с другими словами, то просто введите свои названия вот в этих кавычках. При этом остальные символы кода не удаляем. Итак, мы скопировали код. Затем, находясь в консоли, необходимо навести курсор мыши на вкладку «Внешний вид» и выбрать «Редактор». Далее игнорируем все предупреждения. На правой панели выбираем файл «Function.php» и спускаемся в самый низ его. Устанавливаем курсор вот сюда, посредством клика левой кнопкой мыши по нужному месту. Теперь поподробнее об установке курсора. Он может у вас соскочить, и это приведет к большим и не очень проблемам. Для того, чтобы этого не произошло, вы кликаете левой кнопкой мыши по тому месту, куда необходимо установить курсор. После того, как он появится в нужном вам месте, поперемещайте его стрелками на клавиатуре. Я уверен со стопроцентной вероятностью, что он у вас сразу слетит наверх. Затем снова спускаемся вниз файла, устанавливаем курсор в необходимое место и также перемещаем его стрелками. Теперь, уже как вы сами убедитесь, он никуда не слетит. Далее смело можно уже вставлять скопированный код. После чего мы сохраняем изменения, кликая по кнопке «Обновить файл». А затем переходим на сайт для просмотра результатов. Посмотрите, у нас все получилось. Все необходимые кривые слова на сайте были заменены. Теперь давайте приступим к настройке дизайна главной страницы. И начнем с логотипа. Как-то не очень красиво он выглядит. Давайте вместо отображения названия загрузим логотип как изображение. Итак, а как же создать логотип? Вы можете заказать разработку логотипа у фрилансера. Я вам рекомендую подобрать себе исполнителя на сайте «Могу за». Ссылка на этот сервис будет под видео. Создание логотипа пойдется вам там примерно в 150 рублей. Главное не забудьте упомянуть, что логотип вам нужен на прозрачном фоне в формате PNG. Но если вы хотите его создать сами, то для этого есть прекрасный сервис TurboLogo. Ссылка на него будет также под видео. Итак, вы собираете свой логотип на конструкторе TurboLogo. А затем, когда он сформируется, вам предложат его выкупить. Но можно этого не делать, если вы хоть чуть-чуть знаете Photoshop или другой графический редактор. Итак, когда вам сформируется ваш логотип, вы делаете снимок экрана с помощью клавиши Print Screen. Затем вставляете снимок в графический редактор. Обрезаете все лишние края и убираете задний фон. Подробнее и наглядно узнать, как это сделать, вы можете из моего видео. Ссылка на этот урок будет ниже. Теперь, когда у вас имеется логотип, вам нужно загрузить и установить его на сайт. Для этого переходим в панель «Настроить». Нас будет интересовать вкладка «Свойства сайта». И в открывшейся панели кликаем по кнопке «Выбрать логотип», а затем загружаем логотип на сайт. После чего выбираем его посредством клика левой кнопкой мыши и в результате чего он отметится галочкой. Посмотрите, WordPress нам советует для корректного отображения логотипа загрузить изображение размером 250 на 250 пикселей. Вам следует придерживаться приблизительно этих размеров. Но смотрите, я загрузил картинку размером 331 на 83 пикселя и тем не менее она также корректно отобразилась. У нас все готово для установки изображения в качестве логотипа. Теперь нам нужно кликнуть вот по этой кнопке, а затем в новом окне, если вам нужно, обрезать логотип, кликаем по кнопке «Обрезать». Если же вы хотите загрузить логотип полностью, то ничего не выделяя, кликаем по кнопке «Не обрезать», что мы и сделаем. Далее, после того, как логотип подгрузился, мы выбираем опцию «Отображать только логотип», вот так. А затем сохраняем изменения и выходим из панели «Настроить». Посмотрите, теперь все выглядит более эффектно. Далее хочу обратить ваше внимание на то, что у нашего сайта есть небольшой дефект. У вас внизу есть полоса прокрутки. Сдвиньте ее вправо. И как вы видите, у нас на главной странице справа имеется некрасивая белая область. Давайте это устраним. У вас под видео есть ссылка под названием «Устранение дефекта сайта». Вам нужно кликнуть по ней, в результате чего откроется файл с кодом. Далее вы копируете весь код, затем переходите в режим «Настроить», после чего кликайте по вкладке «Дополнительные стили» и, игнорируя все предупреждения, вставляете скопированный код в вот эту область. Далее сохраняем изменения и выходим из панели «Настроить» для просмотра результатов. Пожалуйста, посмотрите, полоса прокрутки исчезла, и вместе с ней ушел дефект. Теперь мы подредактируем дизайн нашего сайта. Если вас полностью устраивает дизайн демонстрационного сайта, с которым вы можете ознакомиться, кликнув по кнопке «Премер магазина», то просто кликайте по ссылке «Весь код», копируйте, собственно, весь код, который будет там расположен, а затем переходите в «Панель настроить» во вкладку «Дополнительные стили». Устанавливайте курсор так, чтобы он не слетал, об этом я вам рассказывал ранее. И вставляйте скопированный код, после чего сохраняете изменения и выходите из панели. Но если же вы хотите применить свои личные настройки дизайна, то вам в этом помогут мои инструкции. Итак, поехали. Для начала мы настроим цвет текста названия наших кнопок на слайдеры и баннерах. Цвет названия кнопки в обычном состоянии слишком бледный. Давайте его изменим на черный. Для этого под видео есть ссылка настройка дизайна кнопок слайдера и баннера. Вам нужно открыть этот файл, скопировать весь имеющийся там код, затем перейти в «Панель настроить» во вкладку «Дополнительные свойства». Установить курсор мыши так, чтобы он никуда не слетал, об этом я также рассказывал ранее. После чего вставить скопированный код, вот так. И не забудьте сохранить изменения. Если же вы хотите применить другой цвет, то у вас под видео есть ссылка под названием «Инструкция по настройке дизайна кнопок слайдера и баннера». Вам необходимо открыть эту инструкцию и ознакомиться там, все предельно и просто написано. Например, при настройке цвета для названия кнопок слайдера и баннера мы окрашиваем название в черный цвет. Если вы хотите применить другие настройки, то в этой инструкции бирюзовым цветом отмечены те области, которые можно менять. Все остальное редактировать строго запрещено. А чуть ниже приведена инструкция о том, на что можно изменить данный параметр. То есть для того, чтобы сделать цвет названия кнопки не черным, вам нужно слово «Black» поменять на название любого другого цвета, например на «Red» красный или на «Green» зеленый. В общем, все предельно просто. Далее, для объяснения того, как именно нужно подредактировать свой дизайн, я вам буду указывать на элементы сайта, которые мы будем редактировать, а также объясню, какие файлы в том или ином случае вам необходимо будет открыть, а вы в свою очередь должны будете произвести изменения по алгоритму, который я только что вам объяснил. Итак, поехали. Далее мы должны настроить дизайн кнопки «Авторизация». Код для настройки данной кнопки вам нужно скопировать с файла, который размещен по ссылке «Настройка дизайна» кнопки «Авторизация». А все пояснения находятся по ссылке «Инструкция по настройке дизайна» кнопки «Авторизация». Далее нам нужно скрыть вот эту область, так как она не очень подходит нашему магазину. Для этого вам необходимо открыть файл «Скрытие поля выбора категорий», скопировать и вставить код в область «Дополнительные стили». После этого нам нужно скрыть кнопку выбора для блока «Простого отображения товара». Для этого мы воспользуемся файлом, расположенным по ссылке «Скрытие кнопки выбрать простого блока товаров». Далее мы настроим дизайн вот этих крайних кнопок. Для этого необходимо воспользоваться файлом «Настройка дизайна крайних кнопок блока зеркала». А все пояснения находятся по ссылке «Инструкция по настройке дизайна крайних кнопок блока зеркала». Далее мы скроем кнопки для блока «Презентация товаров в виде слайдера». Нам нужно открыть файл по ссылке «Скрытие кнопки выбора блока слайдера». Теперь мы переходим в настройки блока новостей. В этом нам поможет файл «Настройка дизайна новостного блока». А все пояснения находятся по ссылке «Инструкция по настройке дизайна новостного блока». Далее нам нужно скрыть этот стикер распродажи, так как перевести его на русский язык не представляется возможным. Для скрытия этого стикера нам необходимо ставить код в область «Дополнительные стили». Этот код находится по ссылке «Скрытие стикера распродажи». Кроме того, у нас есть и другой стикер «Хит продаж», который мы смогли перевести на русский язык. Но для него нужно настроить дизайн. Для этого мы открываем файл «Настройка дизайна стикера Хит продаж» и копируем весь имеющийся там код. А затем вставляем в область «Дополнительные стили». Все пояснения находятся по ссылке «Инструкция по настройке дизайна стикера Хит продаж». Ну и последнее, что нам нужно сделать на главной странице, это скрыть ее название внизу. А также мы удалим блок «Копирайт» с рекламными ссылками. Для этого воспользуемся файлом «Скрытие копирайта» и название страницы. Итак, на настройку дизайна главной страницы мы закончили. Далее нам нужно будет кое-что изменить на второстепенных страницах. Для этого давайте перейдем, например, на страницу о магазине. Посмотрите, нам нужно скрыть вот этот блок, так как он портит на всю картину. Для скрытия нам нужно воспользоваться кодом, который размещен по ссылке «Скрытие шапки дополнительных страниц» и, соответственно, вставить его в панели «Настроить» во вкладку «Дополнительные стили». Теперь мы переходим к настройке дизайна карточки товара. Как вы видите, стикер распродажи на превью товара на главной странице мы не смогли перевести на русский. А тут все прекрасно отображается. Для начала давайте настроим дизайн отображения вот этих категорий товаров. Во-первых, мы скроем название категории товара. В этом нам поможет файл «Скрытие заголовка категорий в сайт баре». Теперь давайте настроим отображение категорий. Для этого нам нужно открыть файл «Настройка дизайна категорий», а все пояснения коду содержатся по ссылке «Инструкция по настройке дизайна категорий товаров». Далее нам нужно настроить дизайн отображения цен. Для этого мы воспользуемся ссылкой «Настройка дизайна цен», а все пояснения к данному коду находятся в файле «Инструкция по настройке дизайна цен». Теперь давайте подредактируем заголовок опции выбора размера. Для этого вам необходимо открыть файл по ссылке «Настройка дизайна заголовка выбора опции». В пояснении кода вы можете найти по ссылке «Инструкция по настройке дизайна заголовка выбора опции». Далее мы настроим кнопки карточки товара. В этом нам поможет файл «Настройка дизайна кнопок карточки товара», а все пояснения содержатся по ссылке «Инструкция по настройке дизайна кнопок карточки товара». После этого мы настроим отображение остатков количества товаров на складе. В этом нам поможет файл «Настройка дизайна триггера количества товара». А все пояснения соответственно находятся по ссылке «Инструкция по настройке дизайна триггера количества товара». Вот так. Далее мы перейдем к настройке заголовков триггера «Атрибуты, категории и метки». Для настройки их дизайна мы воспользуемся файлом «Настройка дизайна заголовков триггеров артикул, категории и метки». А все пояснения соответственно находятся по ссылке «Инструкция по настройке дизайна заголовков триггера артикул, категории и метки». Далее мы настроим дизайн отображения элементов этих триггеров. Для этого вам нужно открыть файл по ссылке настройка дизайна элементов триггеров, артикул, категории и метки. А вся расшифровка кода находится в файле инструкция по настройке дизайна элементов триггеров, артикул, категории и метки. После чего, если вас не устраивает серый шаблонный цвет и размер текста в блоках, краткого и подробного описания товара, то этот небольшой дефект можно подредактировать двумя путями. Во-первых, можно зайти в каждый из товаров и настроить цвет шрифта с помощью расширенной панели редактирования. Но это долго и нудно. Проще же вставить необходимый код в область дополнительной стили. Для этого вам нужно открыть файл настройка дизайна текста блоков, краткого и подробного описания карточки товара. А описание этого кода вы найдете по ссылке инструкция по настройке дизайна текста блоков, краткого и подробного описания карточки товара. С настройкой дизайна карточки товара мы закончили. Теперь нам нужно немного поработать со страницей корзина, так как там тоже немного кривоватый шаблонный дизайн. Итак, поехали. На странице корзина мы подредактируем название товара и кнопку «Оформить заказ». Итак, для редактирования страницы нам нужно открыть файл по ссылке «Настройка дизайна страницы корзина». Все пояснения коду можно посмотреть по ссылке «Инструкция по настройке дизайна страницы корзина». Итак, вставляем скопированный код в область «Дополнительные стили» и получаем вот такой результат. Как вы видите, все выглядит намного лучше. Давайте кликнем по кнопке «Оформить заказ» и перейдем на страницу «Подтверждение заказа». Как вы видите, здесь тоже есть что менять. Давайте для начала скроем опцию выбора другого адреса доставки. Но это нужно, конечно, только в том случае, если вы, как и я, удалили поля выбора адреса доставки. Итак, для того, чтобы скрыть эту опцию, вам понадобится код, расположенный по ссылке «Скрытие выбора другого адреса». Вы копируете весь код и вставляете в область «Дополнительные стили». Далее нам нужно настроить внешний вид ссылки ввода промокода. Для этого воспользуемся файлом «Настройка дизайна ссылки ввода промокода». А все разъяснения к этому коду можно посмотреть по ссылке «Инструкция по настройке дизайна ссылки ввода промокода». Далее нам нужно подредактировать заголовок «Ваш чек». Для этого воспользуемся ссылкой «Настройка дизайна заголовка ваш чек». А все разъяснения находятся по ссылке «Инструкция по настройке дизайна заголовка ваш чек». Вот, посмотрите, у нас все получилось. Далее нам нужно убрать некорректное слово «Подыток». Для этого мы вставим код из файла «Скрытие заголовка подыток» в область «Дополнительные стили». После этого нам осталось на этой странице настроить дизайн для кнопки «Подтвердить заказ». Итак, вы открываете файл «Настройка дизайна кнопки «Подтвердить заказ», копируете весь код в область дополнительных стилей, а вся расшифровка кода находится по ссылке «Инструкция по настройке дизайна кнопки «Подтвердить заказ». Дизайн страницы оформления заказа мы настроили, нам осталось лишь настроить внешний вид для формы консультации. Итак, у вас под видео есть ссылка «Настройка дизайна формы». Откройте файл с кодом по этой ссылке, скопируйте весь имеющийся там код и вставьте в область дополнительных стилей. Затем сохраните изменения и выйдите из панели. Расшифровку этого кода с пояснениями вы можете найти по ссылке «Инструкция по настройке дизайна формы». Вот мы и закончили настройку дизайна по нашим личным предпочтениям и максимально преобразили наш магазин в по-настоящему индивидуальное решение, а не как в 95% случаях, когда пользователи используют просто шаблонные варианты оформления своих магазинов. То есть вы получили по-настоящему уникальный чит-код по разработке магазина с совершенно индивидуальным оформлением. И разве это не круто? В принципе на просторах интернета вы нигде больше этого не найдете. Теперь нам нужно разобраться с тем, как управлять магазином и попробовать самим сделать первый заказ. Этим и займемся на следующем последнем уроке.